Здравствуйте, друзья! Вы попали к самому такому фиковому моменту, когда нарезается вот это вот, как назовем это, карбанал? Бужини. Бужини. Еще? Это все свое производство, друзья. Это что это, скажи? Я потеряла счет и название. Нет, название же ты можешь вспомнить. Абсолютно. Это горе. Что это такое? Я это неверно. Друзья, это просто вяленые штуки. Вяленые, разные части мяса вяленые. Все это раскладывается, чтобы заполнить дно тарелки и создать впечатление, что там много. Мы шлем сертифор и пушиней. Тут помимо домашнего, тут еще и, можно сказать, дары моря. И что-то, знаете, свет. Это что, пластмассовое вот это? Это пластмассовое. Это бутафория, Миша. Так, понял. Это настоящее. И тут еще лампочки. О, вот оно. Я понял. Вот оно мигает. Друзья, мы будем провожать старые... Нет, встречать, да? Мы встречаем Новый год по старому календарю. Или, как говорят в Отечестве, нет повода не выпить. Друзья, я понимаю, что вы, может быть, не съедите этого вот так в примитивном виде, но вы духовно приобщились и даже на самом деле сохранили здоровье. Больше, чем мы, которым предстоит нарушение всех принципов и пожеланий со стороны супруги, которое я говорила, главное не перебрать. Друзья, для вас, для вас целый. Вот я буду для вас пробовать. Это мы сейчас отдельно снимем. Друзья, я для наших зрителей, братан. И мне еще надо руки помыть. Ой, светик прилинул. Да, друзья, я пока не показываю вам ни свету, никто с ней рядом стоит, это отдельная тема. Все, пойду руки помажу. Помидоры я пока не буду пробовать, потому что у меня тогда руки испачкались, нужно их снова мыть. А поэтому мы идем за подарками сначала. Так, мы вот с этим господином ездили вот буквально на днях по Чехии. Случайно нас занесло в Германию, мы не заметили. А сейчас я чувствую, что он так ехал, ехал и уже... И приехал. И же и в Америку случайно там зарулил. Да. Так, вы первый раз в Америке? Да, я первый раз в Америке. Так. Но чувствую не последнее. Так, хорошо, хорошо. Это... Боже, это какой-то фарфор. Это из Чехии подарок. Так. Мама, это как мы со Светой, друзья. Это мы с тобой, посмотри. Так. Боже, это такая мэттен... Какая-то немецкая что-то в этом есть. Это немецкая, да? Да. Света, посмотри сюда. Это ты, а это я. Ну, это, наверное, лет сорок назад. Ну, а что сорок? Спасибо. Тогда у нас... Позвольте себе такое платье, друзья. Ну, сейчас можем, но уже как бы не пользуем. Так. Мы тут-то с вами заехали в магазин. Так. И вы хотели купить губную гармошку. А я хотел? Ну, Света хотел. А, Света хотел. Это хорошая гармошка. Это американская. Да. Нет. Губленая в Чехии. В Чехии. Друзья, я бы, конечно, сыграл, если бы умел. Но я могу просто подуть. Давайте ее откроем, я просто подую. Инструкция, надо бы знать, как на ней играть. Это нанотехнология. Это очень маленькая гармошка. Для меня, пожалуйста. Как с одной стороны. А обычно звук. Ну, звук хороший. Ну, слушай, у тебя даже какая-то мелодия получилась. А что, она коротенькая, у нее какое-то комбинированное звучание? Нет. Вы хотели купить... А мы снимаем все? Снимаем. Дуешь туда, звучит себя. Мучке, по-моему. Ну, наверное. Чтобы она хотела учиться играть. Вот как раз для детей. Да? Ну, хорошо. Да. А это интересно. Толик представляет новую линию компании Гала... Кис. Кис. Да, поцелуй Галы. Вот Гала там... Торжественный поцелуй. Со Светой Бететтой. И все знают, что моя жена Гала. Да, да. Но мы-то... Для американцев это, получается, торжественный поцелуй. Понимаю. Гала Кис. 2020-го. Да. Йелферс Резерв. Потрясающе. Йелфер – это фамилия, друзья. Типа Иванов. Да, это не оскорбительно. Нет, нет. Так. И что там? И вот тут даже написано, вот из чего основа здесь сингл молд, односолодовый. Так. Сам огонь. Сам гнал? Или где-то брал? А... Ну, бывает, да. Так что... Гнал сам. Так. Викинг Энзайм Молд – это 66%. Симпсон Питет – 33%. Это сингл настоящий барли, это яичменный. То есть получилось типа виски, что ли? Да, ну как типа, это и есть виски. Это наши, домашние виски. Вот был, находился в бочке, вон с такого-то по такого. Бочка прямо дубовая? Да. Но поскольку это маленькие бочечки, дубовые, American Oak, поскольку они маленькие, срок нахождения виски в бочке гораздо меньше. Очень быстро напиток берет в себя. А, то есть в большой бочке надо дольше держать? Ну, большой, годами держать. Да. В маленькой достаточно низкой виски. А из чего? Да. Это... Лимонная? Это лимонная, да. Вот здесь получилась немножко пеночка. Это мы сюда делали это с браун шума. Понимаю. А пенка от сахара, что ли? Ну, это просто лежало и такое получилось. Подожди, ну вот само понятие, вот это лимончелло. Я понимаю, что там присутствует лимон. А еще что? Еще там что? Самогоночки. Ну, сахар. И тоже это все делается на основе виски, основа виски сделанных из барля, из ячмия. А вот это вот продукт, вот это самое интересное. Я ждал прораба же, прораба же можно прийти. Да, 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 да. Надо будет дегустраться. Вот это продукт сделанный совместно. Значит, основа виски, опять же самогонка. Но темная это смородина черная, что это? Вот она называется, мы видим, гелфер из резов, галлокис, панегранат, сингл молд. Да. У прораба растет громадное дерево граната. Конечно, мы недавно у него были, снимали, да. И курочка будет делать, как она это называется, гринадин. Гринадин. Курочка – это жена прораба, да. Да, да, да. И вот они сделали порцию, большую порцию гринадина. Так. То есть гринадин – это типа сока или что? Это сок, который уваривается с сахаром и получается сироп. То есть это сироп? Сладкий, гранатовый сироп. Без алкоголя. Без алкоголя. Так. И потом я сделал хорошие односоладовые самогонки. Что такое односоладовые? Односсоладовые – это сингл молд. А что такое сингл молд? Сингл молд – это когда в основе твоего… Самогона. Самогона. Ну, вообще, муншайн. Да. В основе муншайн находится алкоголь, который был сделан без участия сахара, с использованием браги, сделанной из лечминя, и с помощью специальной технологии из этого ячменя… дрожжи вместе с этим сахаром натуральным, который вышел из ячмена… Создают алкоголь. Ну что, друзья, я не соврал, говоря вам, что это все связано с Новым Годом. Пусть по старому календарю, пусть по-новому. Но это все такое новогоднее, красивое. Вот вы видите. Будем праздновать. Видим, друзья, что у Толика нет вот этой авторской паранойи. Знаете, что он только свое открывает и наливает. Он с удовольствием и конкурирующие бренды. Ну я как бросил пить, начал только открывать. Я помню. Вчера. Вчера бросил? Да. Или вчера открывал? Вчера бросил пить, сегодня начал открывать. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот эти вот красивые посудки, которые там стоят, вот в Сервантах, они как-то вот в БССР, они были или… А они в Сервантах были? А? Какие? Вот эти вот красные, да. Ну ты же недавно был в Чехословакии. В Чехословакии очень много. В Чехии этого очень много. Ну вот когда мы жили в стране Советов, оно как-то там было вообще? Это есть как-то у комода, было все, было, конечно. Как деньги, да. Самое, люди мечтали, чтобы вот хрустальную вазу купить. Может быть из нее что-нибудь выпить можно? Так, вот он же не только декоративный характер имеет. Вполне можно так. Вот графинчик, как раз вот. Толик, как раз графин ты искал, смотри. Да-да-да. Вот. Для поцелуя Галины. Так, друзья, у нас тут на столах потихонечку собирается. Ну давайте я так пока покажу предварительно. Ну вот мы видим, ну это мы видели. И это мы видели. Селедка под шубой, друзья. Я хочу сказать, что вы такого не ели никогда. Вот так как селедка под шубой делают у моря. Это не селедка под шубой, а это английская королева в манто. Понимаете? Такая вот серьезная вещь. Так, ну идем дальше. Тут пока что она повторяется. Я понял. Они однородные, однородные подносики разносятся по столу. Это оливье. А как же, да, оливье. Друзья, без тарелки оливья нет нового года никогда. Друзья, поскольку в бочке помидоры кончились, то мы переносим дегустацию за стол. Мы возьмем один помидорчик прямо на столе. Положим его на специально выделенное блюдечко для нашей дегустации. Теперь мы... Наверное, мне надо будет присесть. Мне нужно будет присесть. Ой! Так, присядем. Надо взять помидорчик. Порезом? Как взять помидорчик-то? Я даже не знаю. Знаете что? Я, наверное, буду его есть тогда прямо с блюдечка. Друзья, буду есть прямо с блюдечка. Для дегустации. Только для вас тогда. Это поломанное было. Это к счастью. Ммм! 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 Хорошо. Хорошо идет помидорчик. Как, как, как? Ммм! Мне тут третьей руки. Была бы третья, я бы ей помидорчик бы взял. Очень хорошо. Я сейчас поемся еще до того, как люди сядут за стол. Но это... Для съемки, чтобы не смущать тех, кто рядом потом будет сидеть за столом. Тут холодец подошел, друзья. Холодец. Ну, красиво подошел. Что, что сказать? Красиво. Друзья, тут у нас, значит... Ну, Стэна, вы знаете, он из Братиславы, Праги и всех этих мест. Там программист и все такое. У нас были репортажи с ним. Репортажи были. Мы с ним всю Чехию объехали. Лия у нас дочь хозяев. Здравствуйте. А Лия прямо тут живет? Я живу в Семрамоне. Ага, отдельно где-то. Короче, Света, ну скажи ты, что случилось? Нет, пусть я сначала с ними поговорю, а потом... А я же... Давайте вы и скажите, что хочешь. Ольга, ты нас правильно... Ну, ладно, давай я скажу. Значит, когда мы были в Чехии и познакомились со Стэном, слово за основой выяснилось, что молодой человек как-то хочет создать семью, но не уверен, потому что у него нет достойной девушки. Я бы думала, что у меня есть такая знакомая достойная девушка. И я их сняла вместе. И это было недалеко как в конце октября. В конце октября. И вот, друзья, они вместе здесь у нас в Америке. И вот дальше они уже сами могут рассказать все. А он еще говорит, вот я сомневаюсь. Вдруг девушка хочет не меня полюбить, а в Европу. А мы говорим, у нас есть такая, что в Европу не рвется. Европа мне нравится, но люблю молодого человека. Вот так, друзья. Он только пару дней назад в Америку приехал. Да. Перекрепная. Вы живете в раю. Правда? Друзья, Европа хорошо, Америка еще лучше. А мне казалось, что в Чехии очень хорошо. А так вам нравилось? В Прага, да, ну, в Чехии, да, очень хорошо, но... Здесь великолепная природа и Голденгейт-бридж. Уже поездили, представляете. Клифф-хаус. И все эти места, это просто рай над землями. Ну да, но с одной стороны это рай. С одной стороны хочется цивилизации такой, что вышел из дома. Красивые улочки, витрины магазинов. Ну вот нам очень понравилось именно в Праге тем, что похоже на ту жизнь, в которой мы раньше жили. Вот идешь по улице, за всех сторон. Магазины, кафешки, там рестораны. Это такая вообще лакшери... Есть жизнь на улице, понимаешь? Вот здесь на улице жизнь... Друзья, Игорь, это Виталий. А кто Игорь? Да там, где семья. Игорь, это прораб. Есть семья. Я нашел себе жену. А что, есть прораб? Олик, садись сюда, подпишись. Вот написано, где... Там и жил, и был счастлив. Вот пришел Дед Мороз. Он, друзья, это первое место, куда он пришел, поэтому он еще, соответственно, трезвый. Так, Дед Мороза, у них сложная работа, требующая... Я долго не ехал, я же ехал со Скандинавии, с Лапландии. На дороге Снегурочка была молодая, красивая, и вдруг превратилась в еще более молодой женщин. Не, ну Дед Мороз в этом смысле-то он не интересуется. Ну, что это так? Почему это так? Так, ну хорошо. А из чего ты наливал-то, что это было? Это для меня персонально здесь стоит. А, то есть это просто графинка. Я это наливаю. Ну, как бы, да. Давай. Чистая водка. Потому что подборили закуски, пить конья просто преступление. Да, это нельзя. Видишь? Это нельзя. Так, ну хорошо. Гарик, самов служил. Как вообще жизнь, скажи? Ну, у нас, у Деда Мороза, все хорошо. Так. Вот я ехал-ехал, смотри. Телега сломалась, колесо потерял. Олень этот, сука, нас же жрался. Так. Тяжело. Миша, тяжело. Да, да. Новый год. А дети-то ждут. А дети ждут. Мишок прохудился, подарки потерял. Так. Кошмар. Мишите, кошмар. Пить пить же надо, Деда Мороза. Ну, давай. Давай. Ты никогда в СССР не был Дед Морозом на общественных мероприятиях? Нет, никогда. Только Снегурочка. Сучу, шучу. Да, окей. Так. А Снегурочка была где-то на общественных мероприятиях? Боже упасть. А я был Дед Морозом однажды. Но там было, знаешь, что сложно? Дети, которые пришли на праздник, а это было в предприятии, где я работал, дети оказались переростками. Точнее, среди маленьких, там, 4-5 лет, там оказалось, наверное, процентов 30 балбесов лет по 12, по 13, по 14. Они, фактически, чуть ли не вырвали у меня мешок. Знаешь, залезли туда все одновременно в этот мешок. Я уже не мог с ними справиться, чтобы маленьким что-то... На ночь, такие страхи не рассказывали. Это как ко мне на Хэллоуин приходят по 15-16 лет парни с наволочками. Я говорю, не поздновато, нет? Они говорят, в самый раз. Ну, зрите меня, зрители, как Дед Мороз пьет. Ура! С Новым годом, крысы! Чтобы всем было хорошо. С Новым годом, крысы! А крысы, это запятой или без запятой? С зрителями, да, зрителями. Все, гусаем. Лакаем, давай. Лакаем, лакаем. Вау! У-у-у! Настоящий! Бутылочка протекла. Ну, знаешь, вот это вот... Я вот долго выяснял, чем отличаются гусь от утки. Да ты что? Да. И что? Они отличаются по половым признакам. Кто имел? С дразням посмотрел. У гуся есть гуся. По первичным или вторичным? Вот проблема-то в чем? Потому что вы настолько уже... Испорчено. Испорчено. Нарзан. Утка – это жена гуся. Да что ты? Нет. Жена гуся – гусыня. Нет, муж утки будет селезней. Один простой вопрос может нести панику, вреды вот этих вот людей. Друзья, вы видите, как распаковывают привезенный из Лос-Анджелеса торт? Из Лос-Анджелеса. Лос-Анджелес – это вам не Сан-Франциско, друзья. Хотя и не Нью-Йорк. И не Нью-Йорк. В том, что касается нашей покушать еды. Опа-на! Но если вы думали, что это уже все, то это не было уже все. Потому что мы видим тирамису. Сначала конца, да? Да. Боря. Вот этот самый Борис, друзья, который и ветчину, и карбонаты, и всякие такие дела. Этот же самый Борис сделал от нуля тирамису. Друзья, злые языки на Западе называют этот виноград, этот экзотический фрукт, виноградом. Неправда. Гарик, а ты пробовал его? Я не могу себе позволить. Это только с ЦК раньше возили им из этой самой Танзании. Возьми кусочек. Четыре... Не могу, Боренька. Я его... Давай. Гарик нам сделал такой... Смотри, смотри, это пальчик. Пальчик. И тогда же мы планируем... Скоши пальчик, будет пальчик. У нас был виноград для коммунистов, называли дамские пальчики, но это был кирпич, друзья, по отношению к такому пальчику, который только для наших зрителей и только на нашем канале. Стоило родиться. Он себя показывает, он мне тебя показывает. Ты, сука, показывал мне кто-то. Тебя не видно. Потому что я дегустирую. А ты держишь его, как и шака за яйцами, и дергаешь его. Друзья, вот это вот черный, типа виноград, он вяжет, как хурма незрелая. Нет, нет. Да. Что ты взял-то? Вот, вот, люди подтверждают. Это, на самом деле, гибрид хурмы и винограда. Добровольное признание сделано Борей. Он не сам делал этот торт. Он купил его в магазине ресторан Дипо. Друзья, торт вышел из Дипо. Да. Благодаря кого он вышел? Благодаря нас, друзья, вышел этот торт. Раздайте тунец, Светлана. Да, Боря его не делал. Он там ножки, вилки, раздай, пожалуйста. Разливаем все. Ну-ка, ну, Боря, а легко режется, кстати. Вот я хочу сказать, что режется так, как Боря сам делает. Легко режется. Так, подайни, пожалуйста, еще тарелку. Есть шикарный магазин, друзья, называется ресторан Дипо. Так, этот положить, да? Так, меняю торт. И у Бори есть туда контрамарка. Или, можно сказать, членский билет. Вот, а у нас нету. Но мы договорились, что Боря подъедет к нам в Кремниевую долину, в Сан-Хосе. Есть магазин. И мы туда сходим по его контрамарке. Итак, друзья, вот он. Уже почти ничего не осталось от французского торта. Вот у меня кусочек. Мы его все-таки всюду искали. Вот у меня кусочек, не кричите в камеру. Вот он кусочек для вас, друзья. Я дегустирую кусочек французского торта. Из какой-то там обалденной бейкери. Значит, 40 баксов, а на завтраке 40 макро в стол. Окей, и Захер? И Захер. Захер, мы подумаем. От Захер в фотографии. Я, кстати, на канале у себя сделал видео и назвал его Захер. Это фирма, которая делала торт, но когда она Советский Союз, Прашкидор. Когда попало это в Советский Союз, они не могли назвать это Захер. Как-то им не нравилось. И они придумали торт прашский. Только у меня никто смотреть это видео не стал. Им слово не понравилось. Значит, я добавлю свои пять копеек. Давай пять копеек. Мне нравится. Зачем вам фрукт? Значит, последние мои пятые книжки. Так. А у тебя пять всего? Вот последняя пятая книжка выходит вчера. У меня есть как раз рассказ про Вену, про гостиницу Захер. На Захер. Так. Где мы пробовали на отбедительный венский торт. В гостинице Захер. Это самый вкуснейший, уникальный торт в Австрии. Это действительно так. Ну, а нам, россиянам, как? Вот слишком вырис. Вам никак. Не надо сразу поделожить. Только читайте книжки Гаррика про Раба. Я говорю, если бы мы его попробовали, нам его понравится. Очень. Вот, пожалуйста, на свидетелье. Не надо свидетель. Но торт действительно вкусный. Типа пражского нашего. Ну, да, да. В Ленинграде делали изумительный пражский торт в гостинице Прибалтийское. Очень вкусный. Да. Он похож. Похож. Друзья, это мы все, потому что тут у нас тирамису, а там у нас французский торт. А между ними, в наших мыслях, торт пражский Захер. Это его настоящая новость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова